Данислав, пикс или сингл-экс? Я не знаю. Халф сингл-экс. Ребята, собственно, что касается Я использую этот гард как некую переходную позицию. В чем смысл? Вот из этой позиции, если Миша оказывает сильное давление, мне максимально тяжело выйти в опен-гард. Но если человек, в принципе, не давит на меня сверху, то у меня всегда есть возможность не работать в халф-гард, а выйти, например, чуть назад и перейти к опен-гарду. Поэтому мне, в принципе, нравится этот контроль. Потому что я отсюда могу идти как под человека в более такую плотную игру, так и могу выйти от человека, набрать дистанцию и, в принципе, работать уже более с дистанции, растягивать человека, вывешивать его и так далее и тому подобное. Собственно, что я сейчас хочу поработать? Я держу Миша оказывает основные ключевые моменты. Нижняя нога, я стопой, крючком, держу его голень, прижимаю ее к полу, условно. Процентов 10-15 сил использую. Просто если вы будете за все силы давить, вы просто устанете через 15 секунд, и как бы смысла не будет в этом. Мое колено не заходит за его линию колен поднимодок, я стараюсь держать свое колено наружу. Почему? Потому что я должен быть на боку, и вот это колено, оно контролирует дистанцию между нашими корпусами. Соответственно, если нижнее колено уходит под Мишу, вот сюда, дистанция здесь сильно нарушается, и он легко может меня раскатать, что, в принципе, не очень хорошая тактика. Я это недавно выяснил на собственном опыте. Так себе идея была. Это колено, условно говоря, находится между плечом и грудью. Стопа может быть на спине, может быть на бедре. У кого очень длинный голень, вы можете даже замок закрыть. Не суть. И вы, в принципе, стараетесь блокировать дальнюю руку. Всегда. Почему? Потому что это тоже контроль дистанции. То есть я держу его на фреймах, на конструкции такой. То есть я не использую силу против силы, я стараюсь использовать условно скелетную мускулатуру. Сейчас хочу показать один из слипов, который мне в последнее время очень нравится. Особенно, когда я борюсь с человеком, я чувствую, что он хочет проходить меня через давление, то есть не через проходы наружу, то есть разрывать дистанцию, обходить меня как open guard, а больше идти вперед. Что я люблю делать? Я хватаю вот этот рукав, ближнюю руку. То есть, видите, дальняя рука, ближняя рука. И дальше что я делаю? Я продолжаю блокировать либо бицепс, либо воротник. Здесь вот эта нога. Смотрите, у меня уже нижняя нога держит крючком. Мне нравится верхнюю ногу либо просто ставить в пол рядом с нижней ногой, либо вот сюда крючком подцеплять. Точно так же, видите? То есть, это как, получается, ну, как скорпион, да, плакдаун, куча названий вот этой штуки. И видите, у меня верхняя нога не щил, то он уходит, да? Но при этом я контролирую руку. Что часто происходит? Я провоцирую его пойти ко мне сюда, да, оплатать меня голову. Вот когда он идет сюда, вот эта моя рука, она уходит к нему в подмышку, я переворачиваюсь на спину, коленки подбиваю. Прокатываюсь в эту позицию, сразу же прохожу не слайдом. Тяжеленный-то, че? Я вообще слезу рук. То есть, я где-то здесь работаю изначально, да? Когда я чувствую, что позиция более-менее стабилизировалась, я могу себе позволить взять этот рукав. Ключевой момент, чтобы его ладонь была не снаружи моего корпуса, да, а внутри. Но при этом не надо вот так вот тянуть руку. Если Миша почувствует, что я тянул руку, естественно, он сорвет этот захват или просто он поменяет свое положение тела. То есть, этот захват, он не навязчивый. Вы не должны телеграфировать ему, что вам нужна эта рука. Она вам нужна, но не вот так вот ее сюда стягивать, да? Вы просто ее держите здесь. Придерживаете дальнее плечо. Можете просто поставить ногу в пол. Сейчас секунду. Можете ногу в пол поставить, можете взять вот такой вот замок. Кому как удобно. Я беру замок здесь обычно, когда я чувствую, что человек пытается встать на это колено, да, чтобы делать не слайд, например. Тогда это прижимает его коленку в пол. Если я понимаю, что он не будет это делать, я просто ногу ставлю в пол. Человек энгейджет, да, в меня. И вы завершаете достаточно простыми слайдами. Суть в том, что, по сути дела, мы меняемся положением. То есть, Миша хочет забрать мне underhook crossface, да, полностью раскладывать меня в хавгарде. Не имея вот этой руки, у него нет базы. Не имея вот этой ноги, да, поскольку я ее ногами отсекаю, у него тоже нет базы с той стороны. Вы его достаточно легко можете перевернуть. В процессе свипа вы забираете underhook, да, то есть, руку снизу прибываете. Вы выходите наверх в очень хорошем хавгарде. Блокируя и шею, и руку, и вас остается только колено внутри, который, если вы освободите, вы еще в догонку в проход гарда получаете. Понимаете, ребята, или еще раз? Ну давай просто финально покажем, без комментариев уже, да. Здесь очень важный момент. Этот свип можно использовать на его реакции, но можно быть инициатором, да. Что я имею ввиду? Не всегда люди хотят идти к вам, да, то есть, условно говоря, я могу даже, вот я вот так сделал, да, коленок вообще нет, да, то есть, как бы, я показываю, вот, дорога открыта, да, но он не идет. Что я делаю? Я вот этой рукой... Я вот этой рукой хватаю его за пояс и притягиваю его к себе. Это вот самый тупо вариант, который можно сделать, но поэтому он работает. Почему тупо? Нет, кстати. Нет, многие будут сидеть просто. То есть, расчет на такой, тактический, прям, адский интеллекшн, сейчас тебе бросится, вот. Ну, не знаю, ты открываешься части, в принципе, это правильный пазл. Окей. Ну что, тогда разбираемся по парам. Раз, два... О! Как? Да! Я боюсь убираться надо!